Я мячик разыграл, подача наша. Молодец. Настольный теннис в Советском Союзе был не просто спортом. Им занимались повально. В каждом учебном заведении, на любом производстве и во дворах можно было встретить игроков и болельщиков. Самара не была исключением. В 1965 году была открыта многовидовая спортивная школа, в которой почетное место занял и настольный теннис. Была воспитана не одна плеяда поколений известных спортсменов, которые защищали честь не только школы Самарской области, но и в составе сборной команды России завоевывали самые высокие титулы и медали. Со временем остальные виды спорта отсеялись. Да и самые весомые успехи наблюдались именно в настольном теннисе. Школа была преобразована в школу Олимпийского резерва номер 12. История и достижения спортивного учреждения связаны с именами чемпионов, гордостей нашего края. Один из самых ярких представителей – Виктор Попов. 12-кратный победитель чемпионата страны, победитель Всемирной универсиады. Его самобытная, очень интересная, оригинальная игра. Она просто зачаровывала ее, значит, как бы очень привлекала к себе огромное число почитателей этого вида спорта. И не только почитателей, просто настолько была филигранна его игра, что она вызывала восхищение даже тех, которые еще как бы особых таинств этой игры и самый непосек. Рассказывая историю школы Олимпийского резерва, нельзя не упомянуть имена Анны Тихомировой, чемпионки страны, участницы Олимпийских игр в Великобритании, Сергея Кельмани, Алексея Смирнови, Денисе Гаврилови и, конечно, Алексея Мурзови, двукратном победителе первенства Европы в Афинах. За него Виктор Павленко получил звание заслуженного тренера страны. Прижимай, играй, хорошо. Директор и тренер школы Виктор Павленко тренирует сегодня 360 ребят разного возраста. Каждое соревнование своих подопечных помнит наизусть. Даже те, что прошли много лет назад. В 1971-м на чемпионате СССР по настольному теннису играли и его ученики. Это проходило в стенах городского дворца спорта. И практически все дни, что шли эти соревнования, этот дворец спорта был заполнен до отказа. В этом году школа будет отмечать свой юбилей 50 лет. За эти годы она переживала разные периоды подъема и спада. К счастью, сегодня она процветает и растит новых чемпионов. Мы сейчас присутствуем на тренировке, которая проходит в специализированном зале настольного тенниса школы Олимпийского резерва номер 12. Зал, в котором находятся 13 теннисных столов, который оборудован всем необходимым для того, чтобы тренировки проходили на самом современном уровне. Это покрытие, это теннисные столы, отвечающие самым высоким стандартам. И все, что необходимо – мячи, ракетки. Одновременно в зале могут заниматься 26 спортсменов. Кроме самой игры ребята выполняют общую физическую подготовку. Бегают, приседают, отжимаются. Чемпионы должны быть готовы на 100%. Гордость Самары – 13-летняя Маша Тайлакова. Семь лет в спорте. В прошлом году выиграла чемпионат Европы. В этом – межконтинентальное первенство. Говорит, победы не всегда даются легко. В своем деле Мария – настоящий профессионал. Мечтает стать прославленной на весь мир спортсменкой. Потом тренировать молодое поколение. Нужно встать, согнуть ноги, чтобы было удобно стоять, чтобы никуда не упасть. И чтобы удобнее потом было выходить на мяч. Чуть-чуть, туловище чуть вперед. Чтобы удобнее было тоже выходить на мяч. Наши молодые звездочки продолжают делать успехи. Прославлять Самару на российских чемпионатах и на межконтинентальных первенствах. Нашими спортсменами школы завоевано очень много медалей разного достоинства. И вот этот кубок – это одна из последних спортивных реликвий, которые завоевала наша мужская команда в прошлом году в клубном чемпионате страны, заняв первое место. Пользу от занятий в школе, от игры в настольный теннис трудно переоценить. Это и здоровье, и сильные эмоции, напряженная борьба. Порой, конечно, и грусть от поражений. Но сами спортсмены признаются – ничто не заменит того чувства счастья, когда ты понимаешь, что ты победитель. Рекомендую заняться, потому что интересная игра, здесь нужно думать, очень динамично, интересно, это все время захватывает. У нас здесь хорошо, интересный вид спорта. Постоянно занимаешься, физическая подготовка, и будешь сильным. Приходите в нашу школу, спорт – это здорово! Продолжение следует...